всем привет меня зовут андрей и сегодня я решил снять видео давно просили такое на что обратить внимание при ремонте вертикального перфоратора вот на примере hr2450 данный перфоратор я уже начал ремонтировать я сначала просто включил его он очень сильно искрил я подумал но это будет не ремонт сейчас ротор потом редуктор дорого но в итоге короче я протащил ротор поменял подшипник задней щетки новые и ротор вроде бы нормально все работает и решил все-таки снять это видео видео будет долгим скорее всего в этом видео я хочу показать как именно я делаю на что я именно обращаю внимание может быть я что-то неправильно делаю может правильно пишите в своих комментариях там дополняйте буду как-то готов к конструктивной критике ну и смотрим как я сказал я его уже открыл разобрал вот три винта задних открутил щетки на перфораторе стояли не оригинальные задний подшипник уже сухой был первым делом когда попадает перфоратор к нам в руки что нужно сделать это попробовать его включить работает электрика то есть первую очередь я всегда смотрю электрику смысла нет лезть в редуктор если у нас нерабочая электрика просто можно там открыть отремонтировать редуктор назад все собрать включаем а у нас там роторы скрыт или вообще не включается ли там выключатель сломан или шнур перебитый поэтому в первую очередь мы всегда смотрим электрику то есть включаем розетку ну и запускаем плюс заодно можно сразу проверить там во всех режимах если нам не известно причина поломки если клиент не сказал причину потихоньку посмотрели проверили можно вставить бур посмотреть выпадает ли бур или нет как он вставляется люфт видите какой там ствол уже под изношен плюс можно сюда посмотреть и вот на и по этим направляющим понять вот видите одна направляющая 2 здесь видно что ствол уже очень сильно изношен процентов на 80-90 как я это понял сейчас покажу вам новый ствол если мы посмотрим на новый ствол видите какие толстые там направляющие сравните с этими очень тоненькие далее если у нас перфоратор не включает следует ли необходимо прозвонить первую очередь кабель кабель мы проверяем обычной прозвонкой ставим на прозвонку и есть контакт 2 провод есть но не всегда прозвонка указывает на то что кабель целый иногда она показывает что вроде бы как провода целые но 220 не идет можно попробовать поставить тестер на измерение напряжения переменного и замерить вот 220 вольт то есть кабель у нас сто процентов в порядке далее бывает что у нас не работает выключатель то есть если кабель целый а перфоратор не включается то скорее всего может быть выключатель прозваниваем также выключатель прозвонкой то есть проверяем напряжение на вот этих щетках если выключатель целый и нажать его то на щетках должно быть 220 вольт делать это нужно аккуратно чтобы вас не ударило полком далее мы также смотрим щетки оригинальные не оригинальные состояние размер ну и всегда смотрим как ведет себя ротор при включении там скрит сильно низко видите сейчас искрения нет до этого когда стояли эти щетки искрение там чуть ли не круговое было то есть вообще думал что ротор полностью сгоревший после этого можно отделить корпус редуктора от корпуса электрики открути вот эти четыре болта винта извиняюсь сначала нужно снять щетки еще нужно внимательно смотреть чтобы щетка держатели были ровно и не мятые целые и чтобы щетка там спокойно ходила будет не лишним почистить их протереть например ацетоном ватной палочкой сняли щетки далее снимаем корпус редуктора открутили вытаскиваем здесь смотрим состояние вот этой защиты статора очень часто в 2450 она смазка течет и она полностью вообще грязная либо бывает из-за того что сюда попадает также грязь пыль там камушки она стирается стоит недорого копейки если какие-то с ней проблемы лучше конечно поменять что здесь еще можно посмотреть нужно состояние визуальная статора также можно его прозвонить либо специальным прибором либо хотя бы вообще желательно на игру на индукцию ну можно на сопротивление сопротивление у них должно быть примерно одинаковая 2.8 2.9 2.8 2.9 2.8 2.9 ну то есть статор в рабочем состоянии если будет большая разница между показаниями значит статор не в порядке теперь можно снять ротор либо вот такими движениями если он не вытаскивается когда тянете за якорь нужно придерживать сам корпус внутренний редуктор чтобы не вытащить и не сломать здесь ничего вместе со всеми кишками если вытаскивать так она не лезет сидит туго и не получается можно воспользоваться типа фонка или там двумя отвертками большими плоскими но аккуратно чтобы не повредить не сломать крыльчатку двигателя ротора вытащили проверяем подшипники задние здесь поменял можно снять защиту пыльник вот этот смотрим его целостность он тоже может быть расколот поврежден в данном случае он порядке целый также смотрим лабиринтное уплотнение само состояние в принципе здесь все нормально продолжаем разбирать смотрим на целостность переключателя вот по этому переключателю видно вроде бы он целый часто бывает вот эту штуку вытаскивают и отламывают чтобы снять переключатель сначала нужно вытащить вот эту штуку поддев ловкой либо вот крючочком можно поддеть вот поддели и снимаем в данном случае вот этот штуек целый часто он отломанный теперь вытаскиваем сам переключатель режимов поворачиваем в режим сверления когда у нас этот фиксатор колпачок стоит на месте переключатель не опустится до конца то есть он упирается вот этим штырем вот сюда вот в эту часть из-за этого переключатель опускается только в это положение когда мы его снимаем переключатель опускается ниже и теперь мы можем его вытащить когда будем вытаскивать придерживать нужно эту красную кнопку потому что она может вылететь там пружинка внутри вытаскиваем вытащили и снимаем внутри вот пружинка часто здесь отлом отломана вот эта штука бывает то есть на нее внимательно смотрим чтобы она была целая также очищаем от смазки сам переключатель внутри и смотрим его состояние здесь вот эта вот часть уже стерта выработка ее быть не должно он здесь полностью круглый ну точнее вот здесь вот срез вот это и не должно быть лучше конечно его поменять принципе сильно она на работу влиять не будет но такие вещи я меняю опять же смотреть надо что там по цене будет в итоге далее разбираем патрон патрон можно вначале разобрать конце там неважно каком состоянии на какой стадии ремонта это делать снимаем колпачок точнее пыльник пыльник видно сразу что он изношен пыльник я все меняю всегда не ну конечно если его идеальное состояние не меняю но пыльник защищает ваш ствол от износа то есть внутрь ствола меньше попадает пыли поэтому его конечно лучше менять пыльник должен спокойно держаться на буря если он так вот раскакивает то его нужно менять далее беру съемник и снимаю стопорное кольцо стопорное кстати здесь уже почему-то соскочило либо потому что ствол изношен либо потому что само кольцо изношено по состоянию его мы видим что она погнута в таком состоянии она держаться не будет плюс не она очень часто даже почти всегда изношена это видно вот по таким ребрам то есть она должна быть круглая здесь мы видим что она не совсем круглая под замену колпачок сам колпачок можно менять можно не менять попадались такие случаи что из-за именно колпачка не одевался бур потому что здесь внутри там вот эти части были изношены то есть когда мы нажимаем что-то мешало нажимать до конца и шарик не откатывался внутри то есть я все поменял запчасти шарик поменял пружину шайбы все и все равно бур не вставлялся хотя по самому колпачку видно особо не было нет показалось тогда что он целый то есть нужно смотреть по факту если вот вначале вставлялась все то есть колпачком все нормально ну и по внешнему виду нравится вам такой внешний вид можно оставить не нравится если он там треснутый конечно поменять здесь я его оставлю в этом случае далее идет шайба ну шайба обычно бывает целая но иногда приходится ее менять в таком состоянии она будет работать бывает от шарика она у здесь внутри изнашивается задиры такие есть эту шайбу мы оставим далее идет шарик и еще одна шайба шарик и вот эту шайбу я в 99 процентах случаев меняю потому что вот на этой шайбе вот он виден износ от шарика вот его не должно здесь быть поэтому подзамен шарик ну шарики всегда меня копеечный шарик тоже изнашивается пружина пружину надо смотреть по состоянию еще она очень грязная это ничего страшного ее просто можно вытереть ну либо помыть по поводу мойки перфоратор я потом скажу позже у шайбы видно вот здесь небольшой износ снизу ой точнее у шайбы пружины но я обычно здесь сверху тоже бывает износ то есть пружину эту можно оставить она нормально хотя и здесь имеется небольшой износик это ерунда если сильный прямо плоской тонко очень то желательно помнить или она растянута погнута кривая лучше конечно не поменять дальше смотрим если здесь много смазки два варианта как она сюда попадает либо слишком много напихивают смазки когда вставляют буры либо эта смазка лезет из редуктора перфоратора если она лезет из редуктора это будет видно это значит вот здесь поврежден сами здесь скорее всего просто проблема именно не всадники просто смазки много было со временем набралось просто когда вы пользуетесь перфоратором смазали перед работой бур после работы бур нужно вытащить и полностью вытереть и желательно периодически вообще разбирать патроны вытирать это все дело корпус вытаскивается легко нажав бывает он конечно трудно достается в инструкции даже по разбору ремонта нарисовано что можно сюда молотком ударить киянки ну можно либо вот таким образом поднять либо поставить наоборот и вот на эти части надавить и он вытащится сразу видим ну что здесь много смазки грязи желательно поменять здесь резиночка внутри стоит вот она открываем видим состояние смазки что она вся почерневшая и в таком плачевном состоянии вот такую смазку лучше поменять и промыть полностью перфоратор если же смазка более-менее нормальная похоже как на новую мыть перфоратор не обязательно можно просто добавить при ремонте такую конечно лучше все будет дальнейшие наши действия достанем точнее открутим фиксатор кстати сразу хочу обратить внимание мы когда открыли вот этот подшипник остался на муфте переключения так быть не должно этот подшипник должен остаться вот там внутри корпуса в посадочном если это произошло то скорее всего то посадочное место разбито можно попробовать снять кстати сразу проверяем вот на этом валу пробу видите люфт идет все при подниму то есть подшипник под замену можно попробовать вставить его туда обратно смысле на место так визуально если даже пошатать люфтика нет в принципе в принципе можно оставить корпус не критично но если он у вас прям так не держится то есть сразу выпадет то значит корпус под замену весь видите тут держится нормального удара выпал то есть здесь нам можно сказать повезло корпус можно оставить подшипник естественно сразу под замену то есть мы на этой стадии выявляем дефекты и те запчасти которые можно даже не мыть мы сразу понимаем что их можно сразу выкинуть и отложить далее я достаю стопорную эту пластину которая фиктирует вал муфты сцепления это получается в режиме долбления то есть чтобы шестерня у нас стояла на месте для чего мы это делаем чтобы посмотреть убедиться ее целостности и в каком она состоянии крутили и также можно что могу рассказать про этот стопор его иногда называют расческой сейчас мы вытрем если при разборе вы видите на нем следы вот здесь зацепа вот например такие это означает что переключатели переключали режимы работы во время рабочей машины то есть когда двигатель крутился еще например вы сверлите остановили а двигатель еще крутится то есть шестерня еще крутится а вы в это время сразу же переключаете в режим там удара или сверления и вот это шестерня вот эта ее часть она наезжает как раз у нас на эту расческу она вот здесь как раз должна стоять и фиксировать ее и когда она на скорости суда наезжает естественно она ее либо вырывает вообще полностью очень часто можно открыть и сломана даже вот эта пластиковая часть железная вырвота просто в мясо то есть это неправильное использование инструмента человек на ходу переключает режим это является не гарантией это является тем что человек не умеет работать перфоратором не читает инструкцию если переключать режим и нормально вот такого не произойдет никогда также мы смотрим вот здесь есть два стопорных колечка иногда можно увидеть там она может соскочить потеряться то есть внимательно нужно смотреть также вот на эти пружинки целые или не целые в данном случае задняя часть целая пружинки целые но сама расческа покоцанная если будете менять расческу я например буду ее менять то пружинки можно оставить но стопорные колечки я поменяю если у вас изношен здесь сальник как его поменять мы берем ствол например хоть и этот другой вот например и вот так ставим его наоборот верх ногами и нажимаем то есть либо под прессом можно рукой и у нас вытащили игольчатый подшипник в корпусе но игольчатый в своей практике чтобы был сломан я встречал по моему всего лишь один раз просто посмотрели каком состоянии если все на месте никаких там люфтов нет все ролики на месте значит трогать его не нужно и вообще вот этот процесс который сейчас я сделал вытащил я его делаю только тогда когда конкретно вот сальник порван это и сейчас я это сделал только чтобы вам показать вот он сальник выпал у нас сальник этот не обязательно ставить макитовский это обычный сальник можно на вторых купить их такой сальник стоит еще например на 2470 у него другой артикул в отличается он лишь тем что он сделан на другом заводе другой фирмы по размеру по всем сальники абсолютно одинаковые то есть там не надо переживать подойдет не подойдет подойдет хоть тот хоть тот там получается если покупать в прайсе макитовскому один чуть дороже стоит другой чуть дешевле но я так понимаю это зависит от производителя сальника цены там свои они устанавливают идем дальше берем редуктор снимаем ствол ствол откладываем и будем рассматривать его чуть позже что мы смотрим здесь ну тут желательно чуть-чуть хотя бы вытереть чтобы хоть немножко было видно что здесь есть самый лучший вариант конечно сразу помыть то есть разобрать ничего не смотреть помыть и потом только делать дефектовку но зачастую делая таким образом как я сейчас делаю дефектовку мы уже понимаем что сумма получается большая и смысл делать мойку если за нее никто не заплатит будет диагностики проверяем в каком состоянии нижний подшипник то есть завалу так шатаем если сильный люфт то скорее всего что подшипник в плохом состоянии откручиваем вот эти два винта вот здесь они под смазкой я эти винты всегда откручиваю дайковертом потому что если откручивать шуруповертом они очень сильно затянуты они еще там на фиксаторе как дизьбы то есть нужно очень крепко держать корпус редуктора если шуруповертом начнем крутить просто может вот так завернуться а гайковертом это делается легко так же я еще и затягиваю гайковертом можно конечно и вручную это сделать отвертки винтики эти обычно всегда целые ни разу не видел чтобы они были повреждены далее снимаем вот эту стопорную шайбу под которой находится пружинка делать это нужно аккуратно чтобы она не улетела у нас потому что очень часто при съеме этой стопорной шайбы под ней еще обычная шайба и пружинка это все вот так может и в глаз улететь и куда угодно либо просто улететь никуда вы потом по всему сервису будете это искать и не найдете особенно если будете делать это на улице то можете вообще это все потерять они конечно копеечные это все есть в наличии но лучше заранее то есть вставляем вот сюда отверточку поддеваем вот она и конечно вам не видно шайба уже фиксатор точнее стопорная шайба уже снялась и аккуратно поднимаем это все ослабляем пружину и снимаем и вот у нас получается стопорная шайба и пружина обычно они более-менее как говорится нормальном состоянии иногда есть износ на стопорный ну блин редко когда короче их я их меняю их обычно меняешь когда просто тупо потеряешь теперь можно снять вал сцепления сцепление муфта сцепления гильзу и вот эту пластину переключения что у нас по корпусу под стволом должна была быть шайба вот здесь вот она есть шайба очень часто изношена потому что она в нее упирается ствол и как бы стирает ее оно видно что у нее след шайбу эту я меняю почти всегда какие проблемы бывают с корпусом редуктора у корпуса редуктора очень часто отваливается вот этот штырь либо вот видите и изнашивается здесь он очень печальном состоянии и лучше конечно и скорее всего это дело надо поменять потому что вот эти вот задиры могут повлиять на то что когда вы будете переключать режимы пластина упрется в эти задиры и просто не поднимется часто бывает знаете когда переключаешь переключатель режимов а он не крутится это именно вот из-за этого здесь вроде как переключается в принципе то можно оставить но износ видите очень сильный еще бывает вообще этот штырь выпадает полностью в этом случае это сто процентов надо менять корпус вы его туда не запрессуете не вставить ну на этом корпусе еще резинка ее меняю только когда если там либо порвано но обычно она целая далее идем к цилиндру цилиндре у нас внутри баек резинка меняем на байке резиновое кольцо кольца вообще все резиновые кольца которые на байке в стволе я меняю всегда то есть если вы принесли в ремонт многие там смотрят а здесь еще вроде хорошая можно оставить я никогда так не делаю блин вы один раз залезли например все же делаю не каждый день ремонт это делает это раз в полгода или в год поэтому лучше конечно ведь и сальники все сразу баек смотрим у 2450 баек редко когда выходит из строя даже по моему и не видел ни разу баечек оставляем все нормально то есть с него снимаем резинку цилиндр либо гильзы или еще цилиндр поршня цилиндр поршня изнашивается у нас в случаях если человек работает перфоратором как отбойным молотком в этом режиме происходит перегрев конкретно причина почему это происходит я не знаю я лишь догадываюсь потому что в режиме отбойника у нас ствол не крутится происходит только вот такие движения смазка возможно высыхает идет нагрев цилиндр расширяется начинает сильнее тереть от ствол и потом просто тупо залипает когда же мы работаем в режиме сверления с ударом у нас и удар и кручение идет возможно смазка перемешивается то есть более сильнее смазывается и поэтому клина вот этого не происходит на цилиндре еще имеется две шайбы и такой бочоночек палец вот на этом пальце часто часто вот видите износа два от колец как раз вот такие вещи я меняю есть прям сильный износ но это такой в данный момент средний если меняете этот бочонок менять его нужно всегда вот с этими двумя кольцами так как если вы возьмете например новый бочонок и в этой старой кольца и вот так попробуйте одеть будет большой люфт то есть износ идет и колец и самого бочонка ну там тоже опять же смотрите по стоимости по цене работать то оно будет и в таком состоянии также у гильзы может просто отломаться какая-нибудь вот эта часть какое-то уже бывает либо бывает что боёк внутри тоже застревает ломается но это не от этого перфоратора вот так например и он оттуда там вроде как и двигается его не вытащишь туда похоронился так смотрим вот эту пластину переключения на пластине износы здесь есть вот видите либо она бывает отламывается вот эта нижняя часть нога плюс еще может раздолбаться вот сами отверстия ну здесь тоже смотреть надо по идее как бы можно и оставить лучше конечно поменять но именно вот в данный момент можно и оставить идем дальше муфта сцепления под чипником качения шестерню снимаем стопорное кольцо и пружину сюда кто-то запихал уже шайбу вот этой шайбы здесь нет для того чтобы снять стопорное нужно воспользоваться съемником стопорное в большинстве случаев одноразовое его нужно поменять потому что когда вы разжали один раз вы уже его считай повредили назад оно не сойдется даже как если вы даже очень мягко мягко его там еле-еле разжали ну можно конечно добиться чтобы не менять но оно копеечное и смысла нет вот эта шайба не знаю зачем ее скорее всего вставили потому что стопорная уже не держала просто пружину то есть стопорная под замену ну и всегда смотрим пружину вот эту пружина часто ее края стираются и получаются очень тоненькие стеночки ну сейчас пружинка нормальная всегда смотрите потому что пружину лучше поменять тут скорее всего возможно из-за этой шайбы и пружина кстати нормальная снимаем шестерню муфту смотрим состояние шестерни вот эти видите износ очень здоровый это тоже говорит о неправильном использовании перфоратора тоже переключение во время работы а шестерня это стоит немалых денег то есть вот это 100% под замену плюс нужно смотреть если здесь все нормально бывает износ вот этих зубьев ну здесь вот как раз зубьи нормальные а переключали неверно то же самое будет и вот здесь видите какой износ то есть перфоратор этот работать нормально не будет у него не будет вот зацепление видите оно проскальзывает вообще стертой грани смотрим дальше смотрим дальше если все таки здесь грани и здесь целы обязательно смотрим с этой стороны можно так вытереть немного ну здесь видите тоже небольшой износик с этой стороны ну в данный момент этот износ не критичный хотя 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 какая то она вся кривая странная у меня такое ощущение что это не оригинальная муфта потому что она оригинальная вот такого не бывает видите она какие то все неровные эти грани изнашиваются от подшипник качения то есть вот здесь они входят муфта тут и так под замену ну вот эти две запчасти это уже по-моему дорого то есть корпус если менять на корпусе скорее всего оставлю здесь что-то смотрю ценник возможно будет неудовлетворительный идем дальше ну да это китайская муфта потому что что мы здесь внизу видим стопорное колечко здесь на оригинале никогда не стояла стопорное вот такое на оригинале запрессован подшипник и такая шайба напрессована я сейчас такой вообще первый раз вижу плюс подшипник качения видите здесь как ходит на оригинале он напрессовывается до конца без люфта да и люфтик у него такой приличный плюс на самом пьяном здесь мало вот начинается след этот след он от этой шайбы вот так он вот здесь получается и вот здесь износ опять же этот износ происходит тоже при неправильном использовании пойму но это происходит если прям сильно давить на перфоратор когда сверлишь не уверен стопроцентного но по-моему из-за этого и начинает тут это все изнашиваться ну здесь тоже грани постесаны не знаю по-моему китайская муфта вот она в сборе идет то есть здесь надо муфту полностью в сборе сейчас посмотрим этот ствол скорее всего тут тоже китайский как это понять на оригинале должно быть написано G здесь какой-то он след непонятный на оригинальном стволе такого ни разу не видел да и на оригинальном видите надпись QGJM то есть здесь у нас получается китайский перфоратор такое вообще я не знаю ремонтировать обычно смысла нет смотрим короче ствол раз уж мы начали это видео доведем как бы до конца на стволе мы проверяем предохранительную муфту как это сделать сейчас я его чуть-чуть вытру что-то не это таким грязно как проверить предохранительную муфту нужно сажать шестерни в тиски чтобы не покоцать зубья я подкладываю положить деревянные можно металлические есть специальные ну я вот так делаю сильно зажимать не надо либо стояло берем какую-нибудь старую ненужную большую отвертку зажимаем вот сюда и прокручиваем таким образом мы можем понять стерто ли моста или нет вот в эту сторону она идет легко на реверс она еще цепляется а вот по вращению это определяется ну я определяю как на глаз вообще можно как-то засечь динамометрической там ключом но мы сейчас ее разберем и увидим как там то есть видно будет этот износ если сильно прям не поворачивается то есть муфта значит нормальная это предохранительная если легко поворачивается значит нужно менять шестерню бывает так что износ настолько большой он идет и на шестерне и на самом стволе и получается менять нужно и ствол и эту шестерню разбираем чтобы разобрать можно либо просто вот так зажать либо специальным инструментом ну и специального инструмента ни у кого нет в домашних условиях поэтому я показываю как это делать в недомашних условиях ну здесь есть стопорное колечко вот в шайме мы просто его вот так пытаемся вытащить на оригинальном стволе это сделать проще вот так поддели немножко и стараемся по кругу его вытащить продолжаем может это все делаем и стрельнуть может просто нормально вытащиться поддеваем на конце вот оно все сняли вытаскиваем кольцо стопорное кольцо это стопорное тоже часто изнашивается оно не круглое становится а такое плоское это колечко обычно целое всегда пружина тоже обычно целое и вот оно вот здесь стачиваются грани на стволе и на шестерне сейчас я протру и покажу это все побольше да не договорил я про вот эту шестерню обычно она даже в изношенном состоянии в принципе работает просто будет влиять это на звук перфоратор будет жужжать сильнее ну если прям сильный износ естественно лучше ее тоже менять здесь нормально ну здесь вот видно износа на роторе и на шестерне в принципе это ничего страшного сама вот эта пластина обычно всегда целая под этой пластиной внутри еще есть шайбочка она тоже обычно всегда целая ни разу не видел что теперь смотрим на износ предохранительный здесь протираем при срабатывании муфты предохранительной вот начинают стачиваться вот эти вот грани здесь это видно здесь они изношены но не настолько сильно также изнашиваются ответные вот эти грани ответные грани изнашиваются реже то есть чтобы они прям а когда у вас эти грани сильно изношены это значит что вы вообще не умеете пользоваться перфоратором то есть у вас бур постоянно застревает или вы коронками большими пользуетесь когда у вас коронка стопорится постоянно а перфоратор в это время крутится срабатывает муфта происходит вот эти вот перескоки начинают стачиваться эти грани и приходит негодность шестерня и ствол это тоже не гарантия потому что в инструкции написано при сверлении сработала муфта следует остановиться если у вас бур застрял то его нужно вытащить не перфоратором а там снять с бур и вытащить каким-нибудь другим предметом или хотя бы там переключите на удар просто побейте потом переключите на сверление может быть он выйдет но старайтесь чтобы муфта у вас это предохранительная никогда не срабатывала также в 2450 в инструкции 2470 указано что нежелательно работать коронками а в перфораторах аккумуляторных которые аналоги идут 2450-70 вообще написано что закрещено коронками работать хотя там точно такие же муфты и стволы далее разбираем ствол то есть вытаскиваем баек по стволу здесь слышно что внутри болтается это значит что там скорее всего рассыпана шайба которая идет вместе со стволом потому что если вот здесь подергать нижняя шайба стоит ухто нет а здесь что-то дергается и звенит для того чтобы разобрать ствол нужно снять вот это стопорное кольцо стопорное кольцо снимается с помощью отвертки и молотка то есть по нему нужно сюда ударить с этой стороны и с этой если стопорное установлено таким образом что с одной стороны например есть его видно с другой нету то его можно чуть-чуть подвинуть оно по кругу так прокрутится и вы увидите вторую ее грань в домашних гаражных условиях то есть вы зажимаете в тиски и с помощью какого-нибудь желательно ненужной отвертки потому что скорее всего вы ее повредите вот так ставите и бьете молотком стопорное на это у вас 99% случаев повредится и вы его выкинете то есть это нужно при разборе всегда понимать чтобы у вас было запасное чтобы его снять легче есть специальная приспособа не у макитовского инструмента вот такая типа гильзы зажимаем либо в тиски либо под пресс но не сильно слегка придавили прессом внутренность и все вот эта шайба поднимется вверх и расслабит наше стопорное кольцо его будет легче вынуть поставили ствол под пресс зафиксировали и потихоньку не сильно опустили хватит теперь берем кувалду желательно не молоточком потяжелее ведь ненужную такую типа отвертки вот ударил два раза и колечко уже опустилось ослабляю пресс разворачиваю и со второй стороны то же самое чуть-чуть опустили сжали все кольцо вот так легко опустилось то есть без вот вот эти приспособы это намного сложнее сделать можно там очень часто бить и оно выходит тяжело теперь с помощью такого крючка нужно подцепить подвинуть его чуть дальше вот я его подвину и можно теперь взять крючок зацепиться и потянуть если же сейчас идет бывает туго идет можно ствол зажать в тиски и крючоком вытянуть это кольцо опять же на выходе смотрите это кольцо может вылететь и улететь куда-нибудь далеко придерживайте всегда аккуратно все колечко вытащили и при таком способе кстати кольцо это вообще расходник его на меня всегда но вот видите в данном случае оно даже почти не изношено но износ есть но при таком вот с помощью этой приспособа кольцо вылазит часто целое даже не погнутое если этой штукой не пользоваться очень сложно вытащить его в целом состоянии и вот раскрываем вот как я сказал шайба которая вот здесь внутри она полностью рассыпана а когда она рассыпана значит поврежденный боёк вот здесь весь покоцанный шайбу вот это обычно целая но на ней вот здесь видите след вмятины можно и оставить ее рабочую но все же лучше такую вещь менять резинка под замену сто процентов это тоже под замену на байке резинка и вот эта шайба по этой шайбе надо смотреть внутри нее тоже прокладка она меняется а вот само кольцо как изнашивается оно изнашивается от стопорного кольца то есть в данном случае есть небольшой износ но это незначительный со временем она будет стачиваться 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 и вот эта грань станет настолько тонкой что она просто проскочит вот сюда и провалится мимо сквозь стопорная когда она внутри зажата будет поэтому за этим тоже надо следить в данный момент это и можно оставить ну вот в принципе и все на что нужно обратить внимание при разборе Makita HF2450 кому понравилось видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем пока а вот кстати здесь получился момент наоборот я потратил время на проточку ротора то есть восстановил все убрал искренне а по итогу скорее всего это будет отказ от ремонта то есть зря потратил время ну такое бывает как бы диагностика тоже платная поэтому ничего страшного ну возможно я сейчас посчитаю может быть мы поставим все китайское и клиент согласится с ремонтом короче посчитал на китайских запчастях если ствол сборе китайский промвал сборе китайский сэбовский потом оставляем оригинальный подшипник проточка ротора оригинальные щетки расческа вот сюда оригинально и оригинальный пыльник шайба шарик и пружина вот эта которая держала на стволе вот это получается четыре тысячи сто тридцать пять рублей это еще новая смазка и мойка ну и работа четыре тысячи сто тридцать пять рублей на оригинальных запчастях это естественно бессмысленно делать это при этом мы оставляем этот плоховатенький корпус то есть вообще я такой перфоратор не ремонтировал если бы он был мой и там и вот так и и и и и